Представьте мир, в котором вдруг исчезли все насекомые. На первый взгляд не такое уж большое потрясение. Но уже через несколько недель после их исчезновения начнут проявляться первые признаки надвигающейся катастрофы. Насекомые – невидимые, но жизненно важные участники нашей экосистемы. Они играют ключевые роли, начиная с опыления растений, заканчивая регулированием численности вредителей и переработкой органических веществ. Их исчезновение – это не просто каприз природы. Это потенциально может привести к хаосу, разрушающему баланс, на который мы полагаемся. Первое, что заметили бы фермеры – это отсутствие привычного жужжания и полное затишье на их полях. Без опылителей, таких как пчелы и бабочки, более половины сельскохозяйственных культур оказались бы под угрозой. Фрукты и овощи, которые обычно зависят от насекомых для опыления, начали бы исчезать, оставляя за собой пустые ряды. Более того, амбарные вредители, такие как жуки, которые обычно сдерживаются своими естественными врагами, стали бы распространяться, угрожая остаткам урожая. Но это лишь верхушка айсберга. Птицы и мелкие млекопитающие, зависящие от насекомых как источника пищи, начали бы испытывать голод, вынуждая их искать альтернативные источники питания или менять привычное место обитания. Это вызвало бы масштабные перемещения популяций и создало бы новую конкуренцию за ограниченные ресурсы. Так что же будет с пищевой цепью, и кто на самом деле выживет в мире без насекомых? Наше путешествие в эту таинственную зону только начинается. Взгляд внутрь откроет нам много леденящих душу перспектив о будущем без этих мелких существ. Каждое утро, когда солнце поднимается над горизонтом, пчелы и бабочки устремляются на поля и сады, невидимые герои, которые трудятся, не покладая крыльев. Именно они обеспечивают нам бесценное богатство – урожай. Однако без них наши огороды превратятся в настоящие адские пустоши. Деревья, которые когда-то приносили наслаждение своими плодами, станут бесплодными, а сады, полные ярких цветов, постепенно потускнеют, теряя свою привлекательность и цвет. Мир без опылителей приведет к реальной угрозе исчезновения растений, которые зависят от насекомых для воспроизводства. Отсутствие пчел означает, что такие культуры, как яблоки, миндаль и многие овощи, не смогут производить плоды. Это не только ударит по блюдам, которые мы привыкли видеть на столе, но и создаст целую цепочку проблем для сельхозпроизводителей, вынужденных искать другие способы обеспечить урожай. Но это еще не все. Без опылителей процесс фотосинтеза также будет затруднен, ведь растения не смогут эффективно размножаться и обновляться. Это приведет к сокращению зеленых насаждений и ухудшению качества воздуха. В конечном итоге все это может привести к глобальным изменениям климата, поскольку растения играют ключевую роль в поддержании углеродного баланса. В таком хаотичном мире фермеры, которые все еще пытаются вырастить свои культуры, будут вынуждены искать альтернативные способы опыления, применяя искусственные методы, которые не всегда могут быть эффективны или экономически целесообразны. Использование таких методов также повысит стоимость продуктов, делая их менее доступными для простых людей. В условиях, когда некогда изобильные плодородные земли превращаются в бесплодные территории, вопрос о том, кто сможет выжить в новых условиях пищевой цепи, приобретает еще большую актуальность. Давайте заглянем глубже в этот хаос, чтобы понять, как нарушенная природа может повлиять на тех, кто привык полагаться на насекомых для своего выживания. В царстве животных насекомые играют незаметную, но решающую роль, обеспечивая пищей многие другие виды. Однако их исчезновение заставит пищевую цепь трещать по швам. Птицы, летучие мыши и многие млекопитающие, включая ежей и енотов, лишатся своей основной диеты. Без привычного источника пропитания начнется борьба за выживание, в которой сильнейшие займут верхние позиции, а слабые окажутся на грани исчезновения. Но не только животные пострадают. Рыбы, которые питаются водными насекомыми, также окажутся под ударом. Рыболовство потеряет один из ключевых ресурсов, что приведет к дефициту продуктов моря, любимых многими. Вода в прудах и реках будет застаиваться без тех, кто обычно занимается ее очищением и аэрацией. Это вызовет рост водорослей и ухудшение качества воды, что в свою очередь повлияет на здоровье и численность рыб. Назревает кризис и в мире растений. Без насекомых, выполняющих функции разлагающих организмов, мертвые растения и животные будут медленнее разлагаться. Это затруднит естественное восстановление почвы, и сельскому хозяйству будет сложно восполнить эти дефициты. В свою очередь это ударит по всей пищевой цепи, начиная с производства сельскохозяйственной продукции и заканчивая снабжением магазинов продуктами. Мир без насекомых превратится в арену борьбы всех против всех, животные будут искать новые источники питания, адаптируясь к невероятно изменившимся условиям. Это вызовет масштабные миграции и конкуренцию. Популяции животных станут нестабильными, и многие виды окажутся под угрозой исчезновения, оставив пустоту в экосистеме. Но если вы думаете, что это предел несчастья, то глубже в эти хаос и разруху приведут последствия, которые проявятся на наших полках магазинов. Исчезновение насекомых может вызвать настоящую экономическую бурю, последствия которой будут едва ли не катастрофическими. Когда полки в супермаркетах начнут пустеть, это станет явным признаком того, что мир стоит на пороге экономического кризиса. Исчезновение насекомых, хоть и кажется чем-то далеким от финансового рынка, окажет мощное влияние на экономику. В первую очередь этот кризис затронет сельскохозяйственный сектор, который понесет огромные потери из-за снижения урожайности. Фермерские хозяйства будут вынуждены повышать цены на оставшиеся продукты, чтобы компенсировать падение производства. В свою очередь это приведет к росту цен на базовые продукты питания, что ударит по карману каждого потребителя. Но это только начало. Проблемы сельского хозяйства начнут распространяться по экономической системе, как волны по воде. Пищевая промышленность, зависимая от поставок свежих продуктов, столкнется с дефицитом сырья. Производители замороженных и консервированных продуктов, не имея доступа к привычным запасам, вынуждены будут сокращать объемы производства, а то и вовсе закрывать свои заводы. В конечном итоге это приведет к массовым сокращениям рабочих мест и росту безработицы. Трудности не обойдут стороной и другие отрасли. Экспорт сельскохозяйственных культур обрушится, что приведет к валютному дефициту в странах, экономике которых важна международная торговля. Это спровоцирует дестабилизацию мировых рынков и усилит напряженность между странами. Государства будут вынуждены искать новые источники продуктов и сырья, что может стать причиной геополитических конфликтов. Не стоит забывать и о фармацевтической индустрии, ведь многие лекарства зависят от компонентов, получаемых из растений, нуждающихся в опылении. Без насекомых партнеров производство этих лекарств станет затруднительным. В условиях, когда каждый сектор экономики испытывает давление, мир окажется на пороге хаоса. Ситуация с продовольствием и экономикой – лишь часть разрушительных последствий. Грядущие изменения в биоразнообразии планеты обещают быть столь же шокирующими. Без насекомых биоразнообразие планеты окажется на грани исчезновения. Эти маленькие создания, невидимые глазу, играют критическую роль в поддержании экосистем. Они не только оплодотворяют растения, но и помогают разлагать органические вещества, превращая их в питательные вещества для почвы. Без них леса и поля потеряют способность к самовоспроизводству и обновлению. Питательные вещества, которые обычно возвращаются в почву после разложения мертвых растений и животных, начнут накапливаться, ухудшая плодородие земли. Это приведет к деградации почв, что затруднит рост новых растений, создавая замкнутый круг разрушения. Нехватка разнообразия растений неминуемо скажется на животных, которые от них зависят. Многие виды растений и животных исчезнут, не имея возможности адаптироваться к стремительно меняющимся условиям. Природные экосистемы, которые развивались в течение миллионов лет, начнут разваливаться, теряя своих ключевых участников. Это создаст пустоты в пищевых цепях и нарушит баланс всего окружения, который поддерживали насекомые. Биоразнообразие, которое является основой нашей планеты, начнет стремительно сокращаться, а уникальные виды будут исчезать, не оставив после себя ни следа. Без насекомых многие экосистемы лишатся своих естественных регуляторов численности. Это может привести к перенаселению одних видов и вымиранию других, создавая новые формы дисбаланса. Водоемы также окажутся в опасности, ведь водные насекомые играют важную роль в поддержании здоровья водных экосистем. Их исчезновение станет причиной загрязнения водоемов и роста патогенных микроорганизмов, что повлияет на водоснабжение людей и других животных. Ситуация, когда биоразнообразие балансирует на лезвии ножа, требует немедленного внимания. Учитывая масштабы предстоящих перемен, возможно, именно сейчас стоит задуматься о наших отношениях с природой и продуманно подойти к охране биологического разнообразия. Однако в этом хаосе нас ждет еще больше неожиданных последствий. В мире мало кто замечает, что насекомые – настоящие властители природы. Их деятельность поддерживает экосистему, и без них мир изменится до неузнаваемости. Эти крохотные создания выполняют героическую работу, влияя на многие аспекты жизни на Земле. Пчелы и другие опылители дарят нам фрукты и овощи, а муравьи, термиты и жуки способны разложить органические остатки, возвращая в почву питательные вещества. Их исчезновение приведет к тому, что почва станет беднее, урожайность снизится, а качество продовольствия ухудшится. Взаимодействие насекомых с окружающей средой не ограничивается только землей. Они также играют важную роль в водных экосистемах, где водные насекомые являются основным источником пищи для многих видов рыб и амфибий. Без них водоемы потеряют важные элементы своей экосистемы, что может привести к росту водорослей и ухудшению качества воды. Эти изменения не только затронут природу, но и отразятся на наших возможностях управления водными ресурсами. Насекомые также являются основными санитарами природы. Без них мертвые растения и животные будут разлагаться медленнее, создавая новую экологическую проблему. Пищевые цепи будут нарушены, а некоторые виды животных окажутся на грани вымирания из-за нехватки привычной пищи. В результате пойдет цепная реакция, которая постепенно приведет к краху сложившейся экосистемы. Но это не все. Исчезновение насекомых вызовет бурю в микробиологии и медицине. Многие насекомые – переносчики микроорганизмов, которые хоть и кажутся вредными, на самом деле играют важную роль в поддержании баланса окружающей среды. Без этих микробов многие естественные процессы будут нарушены, что приведет к непредсказуемым последствиям для экосистем, создавая новые вызовы для науки и медицины. Как ни странно, но насекомые – это наши неожиданные союзники в борьбе с вредителями. Они ежедневно участвуют в битве за наши урожаи, неся на себе роль биологических контролеров. Леди баги, например, неутомимо охотятся на тлю, спасая наши растения от разорительных атак. Эти хищники не только помогают сдерживать численность вредителей, но и способствуют поддержанию баланса в экосистеме, предотвращая вспышки популяции, которые могли бы уничтожить целые поля. Однако без таких защитников наше сельское хозяйство окажется в затруднительном положении. Вредители, такие как саранча, смогут беспрепятственно распространяться, нанося непоправимый ущерб. Они объедят все, что встречается на их пути, оставляя за собой пустыню вместо цветущих полей и садов. Без насекомых, удерживающих их в узде, урожайность сельскохозяйственных культур резко снизится, и фермеры столкнутся с трудностями в обеспечении продовольственной безопасности. Кроме того, разложение органических веществ, одним из ключевых элементов которого являются насекомые, станет процессом значительно более медленным. Это приведет к накоплению растительных остатков и постоянно возрастущему числу мертвых животных, что создаст плодородную почву для размножения патогенных микроорганизмов и возникновению новых экологических проблем, с которыми мы еще не сталкивались. В конечном итоге это может вызвать рост заболеваемости среди людей и животных. Но не только сельское хозяйство и экосистема лесов и полей подвергнутся изменениям. Глобальное изменение в экосистемах окажет давление на все звенья пищевой цепи. Потеря контроля над численностью вредителей создаст условия, в которых они смогут распространяться по всей планете. Множество видов животных окажется под угрозой, что потребует от нас поиска новых методов защиты и адаптации к новым жителям наших огородов. Таким образом, насекомые, которых часто воспринимают как надоедливых захватчиков, на самом деле являются нашими невидимыми стражами. Их исчезновение не только откроет врата для новых волн вредителей, но и подорвет само основание устойчивости нашей экосистемы. В отсутствие насекомых мир стал бы ареной для истинного апокалипсиса. Вредители, ранее сдерживаемые своими естественными хищниками, отправились бы в глобальный поход. Представьте, как армии саранчи неумолимо внедряются в сельскохозяйственные угодья, опустошая поля с угрожающей скоростью. Саранча, без присутствия контролирующих ее численность, насекомых-хищников могла бы удвоить свои ряды, объедая все, что попадается на пути. Урожаи пшеницы, кукурузы и других жизненно важных культур обратились бы в пыль, а фермеры сталкивались бы с неслыханными потерями. Но не только саранча стала бы проблемой. Популяции гусениц и тли мгновенно выросли бы, не боясь нападений своих врагов как в природной среде обитания, так и на фермерских полях. Это означало бы еще более серьезные испытания для сельского хозяйства и поставило бы под угрозу продовольственную безопасность всего мира. Вредители, освободившись от давления своих естественных врагов, объедали бы не только сельскохозяйственные культуры, но и дикие растения, провоцируя очередные экологические катастрофы. Представьте себе, как леса и поля начинают медленно, но неумолимо изменяться, теряя свою изначальную роскошь и богатство. Без насекомых, которые играют незаменимую роль в экосистеме, такие изменения были бы неизбежны. Леса, которые процветают благодаря насекомым опылителям и разлагающим органическим веществам, постепенно превратятся в менее продуктивные районы. Семена, не находя путей к распространению, начнут редко всходить. Молодые деревца, не получая должной поддержки и питательных веществ от разложившихся органических остатков, не смогут выжить. В результате леса будут становиться все более редкими и менее разнообразными. На полях ситуация не лучше. Без насекомых, контролирующих численность вредителей и участвуя в опылении, аграрные культуры окажутся под угрозой. Пыльца не будет перемещаться от растения к растению, что приведет к снижению урожайности. Недостаток опыления ограничит производство фруктов и овощей, и фермеры столкнутся с падением доходов. Саморегуляция природных систем без насекомых станет невозможной, что повысит уязвимость сельского хозяйства перед стихийными бедствиями и изменениями климата. В отсутствии разложения органических веществ почва теряет плодородие и страдает от эрозии. Плодородные земли, лишенные насекомых, не смогут поддерживать прежнюю урожайность, что нанесет удар по всем звеньям продовольственной цепи. Это создает глобальный кризис, требующий от человечества поиска новых решений. В этих условиях леса и поля перестанут быть щедрыми дарителями ресурсов, которыми они были веками. Столкнувшись с таким предзнаменованием, человечество окажется перед задачей переосмысления своего взаимодействия с природой и поиска новых стратегий выживания. Человек оказался в ситуации, где природа больше не является надежным союзником. Без насекомых, поддерживающих экосистему, человечеству придется столкнуться с рядом серьезных испытаний. В первую очередь необходимо будет развивать инновационные методы сельского хозяйства, такие как вертикальные фермы и гидропоника, способные функционировать без традиционного опыления. Это потребует значительных ресурсов и инвестиций, чтобы обеспечить устойчивое производство продовольствия. Также понадобятся исследования и разработки в области искусственного опыления. Технологии, способные заменить функции пчел и других насекомых, должны будут стать приоритетом для ученых по всему миру. Но это не все. Потребуются новые стратегии для защиты культур от беспощадных армии вредителей. Биотехнологии и генная инженерия смогут сыграть ключевую роль в создании устойчивых видов растений. Кроме того, адаптация к изменяющимся условиям станет жизненно необходимой для многих животных. Заповедники и искусственные ареалы обитания могли бы дать убежище исчезающим видам, помогая сохранить биоразнообразие. Но все это невозможно без международного сотрудничества и общих усилий по защите окружающей среды. В условиях, когда ресурсы становятся все более ограниченными, новые источники пищи потребуют внедрения таких, как массовое производство искусственного мяса и морепродуктов, выращенных в лабораториях. Это позволит сократить нагрузку на традиционные сельские хозяйства и сохранить баланс в экосистеме. Климатические изменения, вызванные исчезновением насекомых, потребуют от человечества ребалансировки своих энергозатрат и перехода на возобновляемые источники энергии. Мир окажется перед необходимостью переосмысления своей зависимости от природы и поиска новых путей взаимодействия с окружающей средой, чтобы выжить в условиях, когда невидимые герои больше не стоят на страже экологического равновесия.